На старте 36 человек. Одни пробуют свои силы впервые, другие уже знакомы с этим видом физической активности. У Татьяны Рудых спортивным ориентированием занимается сын. Она и сама неоднократно преодолевала подобные дистанции. На спартакиаде представляет научно-производственное объединение Лавочкиным. Вот сын ходит, бегает 10 километров. Я бегала, ориентировалась на 2. Когда объявили спартакиада, ищут как бы участников. Ну просто звездочки в глазах, сразу ностальгия. Ну адреналин как бы хочется словить. Получить удовольствие прежде всего. На каждом контрольном пункте электронная станция. У всех участников индивидуальные чипы. Система фиксирует точки, которые прошли спортсмены и время, за которое они преодолели дистанцию. Но в спортивном ориентировании важны не только скорость и физическая подготовка, как рассказывает главный судья соревнований. Главное уметь ориентироваться и правильно сориентировать карту и направление движения. И самое главное ориентирование – это вид спорта, который учит каждый раз на каждом контрольном пункте принимать решения. Спортивное ориентирование включили в городскую спартакиаду. Впервые эмоции от прохождения дистанции непередаваемые признаются участники. У меня был опыт уже велоориентирования, такого ориентирования в лесах, полях. Здесь, конечно, попроще, но все равно было интересно. Сориентироваться надо было сначала правильно, а в принципе, по бегу ничего сложного. Для меня это был первый опыт, поэтому очень необычно. Спартакиада стартовала в марте. Соревнования по спортивному ориентированию стали завершающими. В этом году своей командой представили семь предприятий и организаций городского округа Химки. В планах организаторов сделать спартакиаду еще масштабнее. Чтобы как можно больше наших жителей городского округа Химки, работников предприятий, организаций, учреждений привлекать к спорту, к ведению здорового, активного образа жизни. Уже совсем скоро определят победители и призеров спартакиады по всем видам спорта, в которых соревновались участники в этом году. Анастасия Кравцовская, Вильфрид Демковский. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ.